Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Ну, какие события? Это суббота, за субботу отец Аким приехал, утром богослужение было, родительская суббота, поминовение усопших, помолились, мало народу было, потому что кто-то не знал, кто-то на даче. И дождик все дни шел, все переморчено, прямо размокла земля. А вечером богослужение, и вот кое-что новости. С Украины собирается ехать душа одна с дочерью, а денег нету, но как-то все преодолевается. Вот, я пишу, тут она с дочкой едет, и до Москвы есть там свои эти грошики, а дальше нету, а тут деньги все-таки, не два рубля, Москва. Вот, нету денег совсем, и не могла нигде занять, вот удивительно, я говорю, займи, а потом мы дадим, и дадишь, рассчитаешься, и, ну, это даже нету. Я говорю, чтобы вас встретили в Москве, где там Николая на одного, вот, я говорю, с ним поедете, а у него там раз, на работе нельзя уехать, и денег нету. Как так? Ну, говорит, так. Я же встретил в Москве и дал денег вам, около 20 тысяч рублей, а я ему тут отдам, он сам думает, приехать только в июле, там, сейчас с работы. И помог бы вам купить билет до станции Корчино, и мне сразу звоните. Не забудьте заряжающий для телефона взять шнур и фотоаппарат, если есть, чтобы вас и посадил в поезд, если сможет. А если не так, то дам телефону Берсеневку возле храма Христа Спасителя к отцу Кириллу Сахарову за деньгами. Тогда на обратном пути нужно завести, то есть обратно полностью мы, даже ее как-то найти, отправить. Это уже не то, что у Николая взять-то, Николай еще здесь будет, я ему и отдам. Так, дайте ему, дайте ей, я ему пишу, а он меня спрашивает, действительно ли это так, что заедет женщина. Это же мошенники, так делают ее. Ну, я говорю, дай ей, это я прошу, и вам тут же отдам, что она сама отыскала. А обратно дам ей до места. Такая пассажирка, вот, нет денег. Мы уже договорились, что мы оплатим ей дорогу бесплатно к нам и обратно. Парьяна Крестьян, Архимандрита Крестьянкина. Когда отцу Яну задавали вопрос насчет компьютера, наверное, это-то не было. Он говорит, компьютер должен служить тебе, а не ты компьютеру. Через компьютер я могу узнать ценную историческую информацию. А могу получить и грязную информацию. То есть, не компьютер-то, а что он даст информацию-то? Это, видимо, все-таки интернета был. Для того, чтобы выбрать правильную информацию, Господь дал мне свой компьютер, голову. Вот и подумай, что хорошо, что плохо. Абсолютно правильный ответ. Вот у нас был один здесь. Вся, негативная только, вся земля плоская. Ну и все, везде и нэн-нэн. Это мировой заговор, закулисы, чипы, и на этом все. И всякую пакость, какую найдет, чтобы подтверждение это, и все на меня сбрасывает. Уже Господь и крылья, и ноги переколотил ему, но все равно ничего не понимает. А почему? Одержимость бесовская. Это малая ложь, она не бывает одна. Малый бесененок, это дверь открытая. Это как на квартиру пустить пьяницу какого-то, прощелыгу, и он тебе товарищем своим откроет, ночью придут и убьют. Миром Игнатий Тихонович, это Марина, для которой деньги. Николай прислал билеты. Мы едем, хвала Господу, аллилуйя. Я пишу, что в субботу были уже у нас потеряевки. И на торжестве дни деревни будете уже вместе молиться в воскресенье. Со станции Корчино звоните Володе, или батюшке, или старости барабашу. Зарядное к телефону не забудьте. И зарядите телефон перед отъездом, и чтобы он был полным. Дорогой зря никому не звоните. С домашними по-доброму проститесь. Документы, деньги, билеты подальше спрячьте. Адреса в нескольких экземплярах и в разные карманы. Не в карманах наружных-то. По линии ни шагу без вас. Везде только вдвоем и вещи и прочее храните. Молитесь. Ну, раньше как-то вот в общем вагоне едешь, а под тобой эти... Ну, плацкарты-то давали, а под тобой там ящик закрываешь, и ты на вещах. Удобно было. Лишнего не говорите ни с кем. Молчите и молитесь. Николай мне пишет. Хорошо. Мне зарплату за Марс задержали. Может, 20 тысяч-то и не оказаться. 10 тысяч найду точно. В понедельник, вторник точно смогу сказать по поводу 20 тысяч рублей. Билет укупил. Ну, а билет укупил, так и деньги-то зачем мне надо? Я пишу у проводника. Заранее узнавайте, какая станция. Что именно в Корчино слезать-то. И спросите, какая следующая станция. А там должны быть Паново или Ребрихо. Ну, то есть, чтобы не уехать ни дальше, ни ближе где. Ну, вот так больше ничего тут. Батюшка пришел в тылу врага. Вчера мы тут фильм посмотрели. Ну, мальчишек там, девчонок набрали, толкнули их. А опыта нет. Их сразу там переколотили, подорвались на минном поле. Да такое вот. Ну, тоже можно взять что-то полезное. Вот как без Бога-то люди живут. Вот я сейчас кое-что дам. Ответы тут разные. Служители алтаря. Вот так. Вопрос 3698, 25-й том, открытым оком. Вы раньше делали разбор вопросов и ответов патриарха Алексея, митрополита Кирилла и других. Есть ли еще рассмотрение чьих-то интервью или вопросов? Ответ. Считаю, что сказано уже вполне достаточно, чтобы понять, что вожди слепые у слепой паствы не перевелись. Российская газета 20 декабря. Мы живем в мире подмен. Очень символичное название всей грамоты, какую несет архиерей. Трехчасовая беседа считателей газеты с архиепископом Белгородским Старасковым. Кажется, это было или не было. Я сейчас так протяну, а вы посмотрите тогда. Сразу раз. Задержитесь. Прочитайте дальше. Ну, а я дальше протяну. Вот тут меня спрашивают. Могли прокомментировать книжку отца Афанасья Гумерова «Вопросы священнику», как книги Юрасова? Отвечая, где вопросы о Божественном, по Писанию, отец Афанасья отвечает добротно и не один раз так. Но когда вопросы задают об отношении человека к Богу, тут как подменяет батюшку у мужчиного. Он ни одного местописания не приводит, а ведет по дебрям православной кухни. Так, на странице 160-й его книги «Вопрос о молитве и за некрещеного». Если бы речь только о некрещенном, но тут ни слова не говорится о вере во Христа. У этого некрещеного и тут же подсунул мнение Льва Оптинского. А если бы с господином Гумеровым мы были на необитаемом острове, он бы абсолютно точно знал, что никогда уже не возвратится в Сретенский монастырь и никогда-никогда не будет в храме служить. То неужели бы вот так вот он и бредил и бродил в ответах? Тут два человека. Один знает про Бога вообще по книжкам, а другой ничего не знает конкретно о спасении человека. Учился и подгонял все под патриархой под свою трусость. Реформы в душе даже боится сотворить. Везде недоговоры и купюры в совести. И потом снова Мекина из чужих грехов трясет, что результаты есть от молитвы за таких. Иеремия 23, 28. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекина с чистым зерном, говорит Господь?» Иоанна 3, 3. «Иисус сказал ему в ответ, истина, истина, говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». А на странице 161 по вопросу о миссионерском служении Гумеров стал рупором оголтела и официальной лжи, что будто бы крестили на Руси после уверования. Причины, где к ненасильственному крещению были следующие. Второе. Первое. Кроткий, неиспорченный язычеством дух русского народа. Ой-ой-ой. Неиспорченный язычеством. Как будто он ни книг не считал, не знает и не... Вот они испорченные люди, которые не ходят в церковь-то. Б. Русь целое столетие приготовлялась к христианству. Русь приготовлялась вообще. Апостольский дух миссионера Восточной Церкви, история русской церкви, Пиларет Гумилевский, Москва, такие страницы. Похоже, что вовсе уж на пни рассчитана эдакая утка. На странице 198-й отец Апанасий говорит об Ильёве в книге Ева и называет его глубоко верующим. А я поясняю, а Златоуст поясняет, что это был абсолютный безбожник. Книжек мусорных много преподают в академиях, а вот Златоусты и считали, как должно. Страница 164. О христианине, занимающемся колдовством. Да если он по неведению и причащался, то ему срок его эпитемии все равно нужно выдерживать. А Гумилев ошибку засчитал за амнистию. Первый Вселенский Собор, 13 правило. О находящихся же при исходе, ну и так далее. Прочитайте. Григория Никосиарийского правила, 5. Но если причастившийся святых тайн снова возвратится к жизни, дожидает исполнения значенного времени, находясь на той степени, на которой был прежде данного ему по нужде приобщения. Занимающийся колдовством подпадает под эпитемию вольного убийца до 18 лет. Василий Великий правило 65-72. Гумилев же эдак снисходительно по любвистской практике патриархийной обольстителей отвечает. Поскольку человек уже полгода участвует в таинствах, то назначать теперь эпитемию уже поздно. В течение некоторого времени ежедневно считать покаянный канон. Откуда взял канон? Ничего нет. Это даже один из лучших гумеров-то. Бредят и все. Безбожные прямо слова. Ответ Афанасия вопреки смыслу, вопреки святых отцов и соборов. Из-за этого ему нужно нести самому эпитемию, как разрушителю умов ягнящих. Страница 245. Как часто в наше время можно встретить людей, принимающих крещение, но не имеющих желания во церковице, начать жить в святой традиции христианства, в которой выкристаллизовался духовный опыт многих поколений. Это вот так вот, в кавычках, все. Только этот крещащий неевангельский ответ показывает, что гумеров не рожден свыше, что он живет в ложном опыте антиевангельских традиций и понятий. Вообразим смещение времен, как вопреки привычек норм и правил, не с милостью, а с жезлом устремлен на всех, на христиан апостол Павел. Он тот же, как Христос, и неизменен, в его руках мандат за подписью Христа. Пришел в наш храм, а там скоты и змеи. Торсянин гневно стал бы всех хлистать. К нему католики, согнувшись, подползают, а он в упор не видит бритых, сытых. Они попятились бы к папе задом, задом, к попежников разбитому корыту. Вот куколь кукольный с амурщиком ушастым трясется с бородой змеиным жезлом. Апостол бы его по-братски хряснул за все канонизации подсерьянцем мерзким. Насопился двуперстно старовер, подружникам отмахивается злобно. Какой бы показали мы пример, не отдубасил бы и нас на месте лобном. Четырнадцать посланий. Это мало? Зачем же мы добавки подмесили? Кривясь пекли на человечьем кале и расписались в собственном бессилье. Сектанты, протестанты всех мастей с кадилом Озиевым и с его проказой. Им паспорт выдал шедший в ад корей от юности с маразмом-харизматом. Кто похвалиться может, что всюду подражание, во всем всегда ревнителю свободы. Не кинулся бы в пост, как киллеры с ножами, признав апостолы ретиком негодным. По гвуквам всматриваясь в Павлова послание, на ощупь, на зубок, на нюх и слух. Пойдем мы с ним, пойдем. Пойдет ли Павел с нами из апостольский? Признает ли наш плуг? 29 марта 2005 года. Далее Юрасов, Амбросиев, Архимандрит. Его разбираю. Вопрос 1486, пятый том, открытый моком. У меня так и называется. 33 тома. Пришлось прочитать вопросы Юрасова, отца Амбросиев, Архимандрита Ивановского женского монастыря. И ваши комментарии на них в открытом оке, том 4. А там мне пишут записки. В университетах я вел занятия, когда в институтах. Почему так непримиримо жестко сделали разбор? Когда первый раз считаю, что кажется, что вы отвечали со зла чем-то, он вас допек. И это ему в отместку. Потом, когда второй раз прочитал, уже по-другому выглядят все его ответы, которые вначале мне казались такими верными. А теперь за свое вчерашнее состояние смешно и смотреть. Знает ли отец Амбросиев об этой книге, если знает, то как он отреагировал? Была ли до этого между вами переписка? Не скрыта ли в прошлых ваших отношениях, как бы в прелюдии, дорожка к этим жестко бескомпромиссным вашим разборам его ответов? Ответ. Я ему написал сразу же, что готовлю разбор его ответов. Потом регулярно сообщал ему о выходе книги и сообщил о нашем сайте, где размещены все восемь книг, вышедших у нас в 2002 году. Но ответа нет, как и не было. Обычно он открытку с видом монастыря пришлет, и все. Но в этом году он прислал открытку такого содержания. Возлюбленный о Господе Игнатии, сердечно поздравляем вас с великим праздником Рождества Христова и Богоявления. Христос Спаситель дал заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9. Старайтесь все дни жизни вашей всем нести мир, примирять поссорившихся, заступаться за слабых, утешать унывающих. Молитесь за тех, кто причиняет зло. Господь поможет, и злые духи отойдут от них. Так уверенно говорит. Ну, сказал бы, может быть, отойдут. Откуда ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? То есть неопределенность. Святые отцы говорят, что грех кладет печать не только на душу человека, но и на его поведение и внешний вид. Если вы хотите выглядеть здоровыми, духовно красивыми, избегайте греха. С любовью, Господи, архимандритам в Росе, насельницы Святого Жведенского женского монастыря города Иваново, 2002-2003 год, Рождества Христова. Летом я был в Сибири, хотел заехать, но были сильные дожди, дорогу размыло, кавычки закрыты. Мне не совсем ясно, даже читал ли он тоже, о чем вы спрашиваете. Но до этого он написал мне письмо, и я на него ответил так. «Христос воскресе! Возлюбленный Господи Игнатий!» Это он пишет опять. «Бог любит тишину» – это не прямая цитата из Нового Завета, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». 1 Тимофея 2, 2, 3. Уморяем же вас, братья, более преуспевать усердно, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, как мы заповедовали. 1 Тимофея 3, 4, 10, 11. Это та тишина, о которой говорил преподобный Серафим Саровский. «Стяжи двухмеряны, вокруг себя тысячи спасутся». В прошлый год мы рассылали пасхальные поздравления по многим монастырям, и по обычаю к поздравлению приписали несколько слов из святых отцов. Там было сказано. «Любите обиде, любите уединение, и помните, как в басне «Голубок» полетел на волю-то и воротился ощипанный, с переломанной ногой и вывихнутым крылом». Святитель Феофан Затворник. «С вывихнутым крылом». «Да большие перья только с теней ниткой у него, там пера три-четыре-то, и он уже не полетит». «Нет, с вывихнутым крылом, ну вообще, мы подумали, что это для всех полезно, это общая проблема». Это он все пишет. «Послали всем, с кем ведем переписку, и тут приезжают братья одного из монастырей с обидой. Вы это только нам написали? Мы много ездим по стране, вот вы нас и обличаете». «Да нет, говорим, мы лично вас не имели в виду. Это предостережение святителя Феофана всем полезно». «Так и тут. Мы всем пожелали тишины. Ведь она угодна Богу, и никакого подвоха здесь нет. А если нас это как-то затронуло, значит, этой благословенной тишины нам пока еще не достает. И мы подчас уподобляемся людям, уподобляемся, которые сами себя заслоняют перед Богом, не принимают в смирении сказанное, а защищаются цитатами. С любовью о Господе, настоятель и духовник Свято-Венецкого женского монастыря Архимандрит Амросий Юрасов». Пишу. «Мир вам, дорогой отец Амросий!» Получил от вас письмо на вопрос о том, что Бог любит тишину. Отвечаю. «Бог творит все, что хочет, и утро, и вечер, тишину и бурю, и благодельствие засуху, и допускает революции». Подтверждение этой своей фразы вы приводите. 1 Тимофея 2.2. «Молитесь за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Здесь тихую и безмятежную означает как раз то, чтобы не участвовать в революциях, мятежах, имея мир с Богом. Чуть выше апостол Павел дает наставление не в тряпочку сопеть, но воинствовать, как добрый воин. «А если бы в тишине и в закутке сидел отец Амбросий, то его КГБ не шерстило бы, и церковное начальство не толкло в ступе, и пикеты и голодающих он не выставлял бы». 1 Фасоникистам 4.10.11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Говорить не о схеме, не о монастырской стене, а о жизни в святости, не в блудении, пусто звонить, а работать, работать своими руками, а не компьютерными и биржевыми играми заниматься. Я-то спросил не от обиды или задело меня, но от того, что сегодняшнее православие – это новая лжерелигия апостасийного покроя, выпаренная в пробирках КГБ, рожденная от блуда митрополита Сергия Строгородского с НКВД. «Декларация его. Тихо, заткнись, поп. Вот откуда и высвечивает Бог любит тишину. Тут в самом смысле шиканье. Заткнись, поп. Дали тебе кормушку, кадилок, колокол, свечи. Вот ты копти и бей. Сиди тихо, а то по миру пойдешь». «А Господь посылает на войну своих воинов» – Эфесянам 6.14.22. «А в ваших словах слово «тишина». Не кажется ли вам это? Звучит слово «дайте покой нам, не тревожьте нас». Повторю, что пока на земле дьявол великой ярости, откровение 12.12, трыкающий, то верующим не тишина, а предлежит та проповедь, как шум вод многих-то. И Голгофа, гром сражения, предисловие книги Испирь, прочтите. «Вот ужасный шум, гром и землетрясение». Ну, два змея схватились между собою. «Идите по всему миру, не от мира прятаться». Придумали же совершенно не евангельский путь. Это веками освещаемое заблуждение погубило языческую Русь. И о голубке. Это относится не к делу, а к отрекшимся от заповеди Божией идти и благовествовать миру Евангелие. Пример антиевангельский. И слова Серафима Саровского о духе мирном-то не подтверждаются ни жизни, ни святой Библии. Все это выдумки человеческие. Апостол Павел имел ли дух миренный тишину, но говорит, что с ним один Тимофей остался. «Да Лука! А златоуст ли не был мирен, а Давид?» Псалом 119.7. «Я мирен, но только заговорю, а они к войне». Матфея 10.34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Мир в душе с Богом, с братьями, но борьба с сатаной и его скальвретами. И может стать, что, имея дух мирен, ты вокруг увидишь ненависть, предательство и ни одного спасенного. Выражение Серафима должно звучать так. И тогда могут спастись тысячи, если Богу угодно. Но однако же этого нет, может быть, нигде. На лето приезжайте в гости, храни вас Бог». Игнатий. 21 мая 2001 года. Дальше разбор Иоанна Кронштадтского. Вопрос 4.013. 29. Том «Открытый моком». Это не брошюры тома. Каждый том 725 страниц. Можно ли разобрать во свете Библии хотя бы одну проповедь Иоанна Кронштадтского? Ответ. Его авторитет был не от проповеди, а от исцеления и исповеди. А от чудес, которые остучались. Батюшка Иоанн был академист и знал, как составить проповедь. Но если сравним его проповедь с проповедью Ярлопестия, Щарла Спержина, то разница будет очень уж большая, не в пользу чудотворца. Здесь нет призыва к рождению от Духа Божия, от Слова Божия. Иоанн, как и все православные, ремонтирует, реставрирует мертвеца. А вопросы о его воскрешении они даже ставят, не ставят. Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. И отошет немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Предметом нынешней беседы с вами, братья и сестры, Я беру самые трудные минуты из земной жизни нашего слащайшего Спасителя. Его смертельную скорость в Гестиманском саду, прежде распятия, И молитву Отцу Небесному до кровавого пота, Да минует его час сей, или по сказанию другого евангелиста, Да мимо едет чаша страдания его. Аллука 22, 42, 44. Это все Иоанн Крыштадтский уже говорит. Говорю самые трудные минуты, потому что, укрепив дух молитвы, Он спокойно, с непоколебимым мужеством предался врагам своим, Садской злобой, жаждущим его смерти, И до самой смерти сохранил божественное, величественное спокойствие духа. Итак, слушайте. Пришел в сад Гестиманский, в котором совершалось его предательство коварным Иудой, Он начал ужасаться и тосковать. О, грехи! Грехи наши! Вы самого Спасителя мира по его человеческому естеству довели до праведного ужаса и тоски смертной, Как вы отяготели на нем, ни по винным, ни единому греху. И было чему ужасаться, и было чем смертельно тосковать. Грозная, точная правда Отца Небесного возвергла на Сына грехи всего мира, Грехи людей всех времен и народа, в том числе мои, ваши, людей прошедших времен, Времени настоящего и будущего до скончания мира. О, какое сколь тяжкое это бремя невыносимое и ни для кого из смертных, Ни даже для всех ангелов, если бы они захотели взять на себя это бремя. Ибо это бремя бесконечно тяжелое, как бесконечно правда Божия, Бесконечно поруганное, как бесконечно милосердие Божие, Решившее помиловать грешный род человеческий через страшный, бесконечный, дорогой выкуп. Не удивляйтесь поэтому, что богочеловек ужасается бесконечно великой бремени, Как человек, взявший на себя наши немощи и понесший наши недуги. На нем отяготело ли безмерное море грехов человеческих, Все их праведное возмездие, все подобающее им по правде Божией мучение, Мучение временное и вечное. Ибо все верующие в Него и кающиеся искренно получат ради Его страданий и смерти свободу от временных и вечных мучений. Но продолжим беседу на дальнейшее сказание евангелиста. Ужасаясь и тоскуя о грехах человеческих, Он сказал, Душа моя скорбит смертельно. То есть о грехах человеческих, о грехах всеродного Адама, Ибо все люди – его семя, его порождение. О, скорбь безмерная, любвеобильная, жалостливая, о всех плодотворная. О, скорбь спасительная для многих-многих верующих и кающихся. Эта скорбь Бога-человека исходотайствовала нам у Отца Небесного спасительную печаль по Боге. Печаль о грехах и жажду правды. Печаль по Боге. Печаль о грехах и жажду правды. И здесь по-славянски. Печаль бояжа о побозе. Покаяние не раскаян, а во спасение соделывает. Второе Коринфянам 7, 10. Но Господь скорбил безмерно и о том, что его скорби, его страдания, смерть, его кровь, излиянная за грехи мира, и в искупление его, будут для многих неверующих и хулящих его бесплодны и послужат к большему их осуждению, как поправших кровь завета вечного, излиянную для искупления, а не для погубления. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся закону Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тихчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь». Еще. «Господь будет судить народ свой». Второзаконие 32, 35, 36. «Страшно впасть в руки Бога живого». Евреям 10, 26, 31. «Теперь обращусь с вопросом к себе и к вам, ввиду смертельной скорби Искупителя мира о грехах наших. Скорбим ли мы сами о своих грехах, причинивших такую смертельную скорбь нашему Господу? Искренно ли каемся в них? Чувствуем ли ли тягость? Сознаем ли ответственность за них перед Богом, праведным и эстезующим от всех правду? Стараемся ли творить плоды покаяния? Вот миновало для нас в этом году и святое время Четыридесятницы, данное Богом для нашего покаяния. Для познания всей прелести и пагубы грехов. Для исправления и обновления духовного и телесного. Позаботились ли мы все, чтобы это время прошло для нас душевно полезно, плодотворно, спасительно? Святая Церковь называет всех православных христиан в литургийных молитвах святым и избранным стадом Христовым. Приличествует ли нам это название? Таковы ли мы на самом деле? Признает ли нас Христос на страшном суде своим стадом, своими овцами? Будут ли для нас искупительны страдания Христова и смерть Его за нас? О, десну или слева от себя Он нас поставит на стороне, овец или козлищ? О, сотвори меня, Господи, обсови словесную Твоего стада, и от счастья козлища избави меня. Еще хочу предложить вам сегодня один вопрос с ответом на него. Почему святые мученики и мученицы Христовы перед своими ужасными бесчеловечными мучениями и во время самых мучений не ужасались и не тосковали, как искупитель мира Христос, а с радостью шли на всякие мучения и во время самых мучений радовались, как свидетельствует неложная история и акты мучеников? От того, что их укрепляла сила Христова, и как бы сам Христос страдал в них, а не они сами, я каиному страждущую по выражению церковной песни. Все остроту и тягость мучения перенес на себе Христос, агнец Божий, в земли грехи мира, а им оставалось только в нем страдать, как таинственным членом его тела. Вот чем объясняется их отрада и радость в страданиях за Христа. Кроме того, их утешала твердая надежда на будущую жизнь, которую они видели перед собой, как настоящую, пострадавшей и умершей за нас, и воскресшей из мертвых в третий день. Господи, слава Тебе! Аминь! Сестры, праведный отец Иоанн Кронштадтский. Я добавляю к Колоссинам 1.10.14. Что поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякой силой и по могуществу славы Его. Во всяком терпении великодушия и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ввешившего в царство возлюбленного Сына Своего, о Котором мы имеем искупление, в Котором крови Его и прощение грехов. Псалтырь читают или же поют три тысячи погожих лет и хмурых, вздох нищеты и тех, кто влип в уют, и на войне спасти желая шкуру. Псалтырь Давида, древнего царя, царям в подмогу учит жить и править, его не любят деспоты не зря, их царство не в божественной управе. Псалмом запомниминающимся соты. Программа и регламент для царей. Царь словно пасечник, а подданный в сотах, спешит бесчестных истребить скорей. Псалмы 50-90 звучат по храмам в утренних молитвах. В них главная конструкция и остов 150 псалмов взывают слитно. Историю побед и поражений проходим с непокорными, как мы. Герасим Павский перевел нам прежде для будущих потомков все псалмы. Что видел псалмопевец, пережил. Во всем везде узрел он иегову. Любил он Бога, а не гаражи. И счастье в Боге видел не в подкове. Сегодня хмарь, а к вечеру и дождь. Пока что без проглядов в грозных тучах. Любой из нас блоха, червяк и вошь. С Давидом было ненамного лучше. Мистический мы вместе с пастушком. Сразим гиганта бед, как Голиафа. За пляшущим и мы пройдем пешком. Неуязвимая для миллиона мафий. Псалтырь ласкаю взглядом постранично и слышу зов Христа из всех псалмов. И не Давид писал ее, а каждый лично. Хотя бы был последний охламон. 2 июня 2008 года. Все.